Интерактивный музей группы ABBA открывается в Стокгольме 7 мая, но члены официального фан-клуба смогли оказаться внутри раньше всех поклонников творчества этого шведского квартета. В создании экспозиции приняли участие исполнительный директор музея Маттиас Ханссон и сценарист мюзикла «Мама Мия» Кэтрин Джонс. Заплатив за вход 23 евро, посетители получают специальный аудиогид. Экскурсоводы – сами участники группы ABBA. Я в раю, я чувствую себя ребенком в кондитерской. Потрясающие ощущения. Я фанат группы 77-го года, когда на экраны вышел их киноконцерт. Я всю жизнь их люблю. Этот музей для меня все. Я сюда приехал из Мексики и хочу сказать, быть может, это избитая фраза, но спасибо за музыку. На сцене можно спеть любимую песню вместе с голограммами Агнеты, Бьерна, Бенни и Ани Фрид. Группа ABBA получила всемирную известность после победы в 1974 году на конкурсе песни «Евровидение». Записи квартета с успехом продаются до сих пор, несмотря на то, что группа распалась в 1982 году. Возможно, это всего лишь совпадение, что музей открывается в мае, тогда как конкурс «Евровидение» в этом году проходит в Швеции тоже в мае. Но можно с уверенностью сказать, фанаты группы придут в музей, чтобы прикоснуться еще раз к творчеству самого известного победителя конкурса «Евровидение» и с головой окунуться в мир ABBA, пусть и виртуальный. Великобритания «Евровидение»